Дорогие друзья, мы начинаем 223 лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» и новый «Композитор Оливье Мессиан» в нашем цикле. Перед этим было 4 лекции об Артеке. После Мессиана, думаю, что будет Пауль Хиндемид, хотя он немножко раньше, но так получилось. Гармоничность, такое странное для музыки, для искусства XX века слова приходит в голову, когда мы говорим о Мессиане. И не обязательно, когда мы слушаем его музыку. Вот его невероятная религиозность, его свет, исходящий от души его, несмотря на страшную судьбу. Он был солдат, он воевал. Почему он был солдат? Родился он в 1908 году. Между прочим, вот то, что он был верующим католиком, то, что он невероятно глубоко изучал средневековую музыку, привело к его любви к числам. Он даже и криптофонику уже, в соответствии с звуком букв, буквам звуков из средних веков, взял в XX век. И даже вот рождение его в восьмом году, через восемь лет после начала XX века. А смерть за восемь лет до конца XX века, в девяносто втором году. Видите, как он расположил свою жизнь, как будто бы сознательно. Вот очень точно вот по этим границам. А продолжительность жизни. Восемьдесят четыре года. Семь умножить на двенадцать. Восемьдесят четыре, понимаете? Два сакральнейших числа, семерка и двенадцать, образуют число лет жизни мессиана. Случайность. Да, конечно, конечно, но некая красота в этом есть. И вот у мессиана была жена. У них был сын. Сын рано умер. Он был очень болезненным. И он изрекал какие-то слова. Маленький трех-четырехлетний мальчик. Мессиан клал эти слова на музыку. Есть вокальный цикл. Написаны на слова, которые говорил его так рано умерший сын. Похожий был на ангела. Мы с Еленой Васильевой, певицей, французской певицей русского происхождения, эти романсы мессиана ранее пели, исполняли. А потом началась война. Потом у мессиана была вторая жена. И вон Ларио, пианистка, которая играла его музыку. Прекрасная пианистка. Ларио, кстати, по-французски «Иволга». И то, что мессиан очень любил птиц, записал на магнитофон голоса всех птиц мира. Расшифровал их, перевел относительно, правда, в фортепианную нотацию, потому что птицы, они не знают, что такое мажор, минор, лад, хроматическая гамма. Они поют свободно. Вот. И тем не менее, мессиан записал нотами голоса всех птиц мира. Оказавшись на войне, он попал в плен и бежал оттуда. Он был схвачен немецкой фашистской армией и посажен за попытку бегства из плена в концлагерь. И в концлагере он написал удивительное сочинение «Квартет на конец времени». Опять же, конец времени. Вот. Смотрите. Все думали, что вот то, что описано в Библии, в апокалипсисе, что оно приближается, оно будет, оно уже наступает. А мы уже после этого живем сколько? Почти сто лет. И Гершкович говорил, что «А мы уже живем после конца света». Тоже удивительный музыкант 20-го столетия. Вот. Так что что такое конец света? Наступил ли он? Это все большой вопрос. Как-то уже даже не так страшно. Уже столько ждем его. И столько было того, что уже, казалось бы, могло быть им. И вот эта вот восьмерка, восьмой день, да? Бог сотворил мир в шесть дней, и седьмой день идет сейчас. Бог отдыхает. Он и во сне творит. Его сон – это не то, что наш сон, когда мы просто лежим и, ну, сны какие-то видим, но мы не работаем во сне. Хотя есть какие-то способы изучать язык во сне, но это все-таки, так сказать, не деятельность, а какое-то там воспоминание. То, что происходит с миром, начиная от его творения и до того момента, когда вот сейчас все это говорится мной – это сон Бога. Но произошло очень много событий. Бог творит и во сне. И когда седьмой день закончится, наступит восьмой день. И Бог придет обратно к нам. Он проснется, ну, в кавычках, конечно. И Иисус Христос явится нам и сотрет с лица земли, если так можно выразиться, да, коряво довольно. Все то, что есть, и наступит восьмой день. Поэтому бесконечность в математике – это положенная на бок восьмерка. Такая вот, такая линия, загогульная такая. И поэтому квартет Мессиана на конец времени – четыре инструмента, по-моему, восемь частей, я сейчас не могу сказать точно. То есть вот восемь лет в начале XX века без Мессиана, восемь лет в конце XX века без Мессиана и восемьдесят четыре года в XX веке с Мессианом. Да? Мистика чисел. Семью двенадцать. У Губайдулиной очень много темпов. Четверть равна восемьдесят четыре. Сакральное число. Говорят, что жизнь человека делится на двенадцать семерок или семь отрезков по двенадцать лет. И вот Мессиан почему-то каким-то образом Господь сподобил его в лагере, дал ему возможность. Откуда-то делась нотная бумага, время. Представляете, великий композитор Задирадский Всеволод Петрович написал в лагере «24 прелюдии и фуги». Это было в ГУЛАГе. Равноценный, равновеликий подвиг. И даже это было исполнено в лагере же. Каким-то образом несколько тысяч заключенных смогли это послушать в каком-то... Наверное, на стадионе это был. Мессиан вспоминал, что виолончель была с тремя струнами. Состав этого квартета – кларнет, виолончель, скрипка и рояль. Опять же, наверное, из тех инструментов, которые там были, которые музыканты собрались в этом лагере, был собранный состав такой, который потом стал очень популярным. И после этого квартета, который стал всемирно известным, для этого состава стали писаться другие сочинения. И вот каким-то образом Мессиан вышел из... Не знаю точно его биографию, из лагеря, и написал, видимо, в благодарность за то, что он избежал смерти в свой гениальный цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» для фортепиано-соло. И играл его. Это уже, так сказать, позже, но еще во время войны. Сорок третий, сорок четвертый год. Тут же, начато в двадцать третьего марта, кончено восьмого сентября сорок четвертого года. И тут же видение Аминя, уже со своей новой женой Ивана Лареова, для двух роялей написанных. И всю жизнь свою Мессиан каждое воскресенье играл на органе в церкви. Это была не его работа, он не получал за это денег. Он делал это по потребности беседовать с Богом. Он прекрасно дирижировал, играл на рояле, преподавал композицию. Оркестранты говорили, что во время репетиции он часто вспоминал тех святых, которые вот сегодня празднуются церковью. и его репетиции были, ну, немножко проповедь, а иногда даже не немножко. Есть прекрасная книга Виктора Якимовского, моего друга, замечательного композитора, чудом вышедшая в СССР о Мессиане. Да, вот. Он сам, наверное, мог бы рассказать о том, какие трудности были в связи с выходом этой книги. Она вышла в 87-м году уже, когда эти запреты частично начали падать. Раньше она, видимо, не могла выйти. Предисловие к этой книге написал Щедрин. Тоже, в общем, человек, который лично знал Мессиана. И он был в жюри, в составе жюри международного конкурса, председателем которого был Мессиан. И в этом предисловии Щедрин говорит о том, как Мессиан добросовестно относился к обязанностям члена жюри. Он писал карандашом, печатными буквами. Видимо, вот так все интересно было, что касается Мессиана, что Родион Константинович посмотрел в его записи и подробнейшим образом анализировал, оценивал каждого участника. И Щедрин пишет, что он был похож на учителя географии со стареньким портфельчиком, высокий, благообразный. Вот. Это внешние черты, но внешние очень связаны с внутренним. Например, мой друг Антон Бутагов, который выучил 20 взглядов Мессиана в конце 80-х годов, он еще успел познакомиться с Оливьей Мессианом лично. И он играет эти взгляды не так быстро, как другие темпы, чуть медленнее. Это правильно, по-моему. Я очень высоко ценю запись этого цикла Антоном Бутаговым. Этот цикл записан многими пианистами, но, конечно, вот первые записи, которые сделала Ивана Ларио, особые. И я помню, почему я сейчас говорю об этом цикле, не только потому, что я сам в 2008 году, в 2008 году на столетие как-то вот посидел и сыграл по нотам один раз в малом зале весь этот цикл. Немножко играл это и в музее Скрябина, и в Германии играл этот цикл. Но он не стал у меня в репертуаре постоянным. Очень трудно. Я все-таки не такой пианист, который постоянно все играет. У меня и композиция в моем, так сказать, творческом активе большую, пожалуй, роль играет, чем пианизм. Но мне было просто очень интересно покопаться в этом грандиозном, так сказать, вот, ну, в этой грандиозной сокровищнице фортепианного искусства. Когда я был на первом или на втором курсе училища, в 74-м, 75-м году примерно, Ирина Ивановна Наумова мне сказала, Ванечка, сегодня вечером в 29-м классе консерватории будет прослушивание всего цикла Мессиана 20 взглядов на младенца Иисуса. Кто-то привез пластинку, приходи. Ведь даже после 70-х годов нельзя было еще играть эти вещи в России, в СССР, можно было сыграть, но если на афише стоит Мессиан, три пьесы, даже было кое-что издано, кто-то пытался пробить эту стену. Вот был такой замечательный, ведь он жив, Григорий Хаймовский, он есть, слава Богу, друг Сидельникова. Он исполнил Турангалилу, это симфония с участием рояля. Я помню эту виниловую пластинку, вышедшую в СССР и подаренную Григорием Хаймовским моей тете Татьяне Ивановне Соколовой, дарственную надпись его помню, пластинку квартета «На конец времени». Он сыграл его партию фортепиано. Это было совершенно невероятно, что вообще в то время в СССР звучит Турангалилуа в исполнении Светланова с пианистом, солистом Хаймовским и можно послушать на пластинке «Квартет на конец времени». Ну а слово «Иисус», конечно, на афише не могло быть. И поэтому писалось три пьесы. Я пришел в этот 29-й класс, заполненный до отказа профессорами, студентами. Все сидели на стульях. Сколько там, человек 50, наверное, максимум могло уместиться. Было очень тесно. и мы слушали два с половиной часа, или сколько там, этот цикл. Вот. И всю жизнь я помню это событие. И когда уже все стало можно, да, в кавычках, наступило столетие. Сначала я сыграл 24-й приоритет Фуги Шостаковича в шестом году столетия Шостаковича. Потом столетие Мессиана через два года. Очень сходные по гениальности, по своей грандиозности два цикла, оба связанные с войной. Мессиан чуть-чуть перед окончанием войны, Шостакович незадолго после окончания войны. Как-то я, в общем, общался с этими двумя грандиозными событиями фортепианной музыки 20-го века. Об этом событии, об этих 20 пьесах пойдет речь вот в следующих лекциях о Мессиане, которые я прочту. Вот, а конечно, потом, после вот перестройки, несколько пьес играл замечательный пианист Владимир Виардо, может быть, даже все. Диев играл Андрей, мой друг, я думаю, многие другие. Был замечательный пианист, такой Юрий Понизовкин, и он говорил мне, а ты играл, а ты по нотам играл, а я ведь их все играл по нотам, но я не знал, что можно по нотам сыграть на концерте, а наизусть как-то вот у меня не получалось. Абсолютно невероятный пианист Понизовкин, малоизвестный, но очень хороший, и он жалел, что он не смог их сыграть целиком. И были пианисты, которые играли весь этот цикл. Такая пианистка Латар Шевченко, вроде бы мне рассказывали, что она играла целиком этот цикл, кое-что из него играла Юдина. Был такой пианист Миша Дихтер. И вот на конкурсе Чайковского в большом зале консерватории в присутствии, так сказать, полного, переполненного зала он какую-то премию занял. Там, конечно, нельзя было играть в конкурсе Мессиана, но на концерте лауреатов вдруг он сыграл первый взгляд. Взгляд Бога Отца. И вся публика, знаете, это был какой-то 62-й, по-моему, 62-й был, если я не ошибаюсь, конкурс. Вся публика слушала тему Бога. И я спрашиваю, что это, что это? Фа Видите, три восьмушки, терция, семь восьмушек, длится вся тема, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь аккордов, семь звуков в аккорде. И все наполнено мистикой чисел. Темп невероятно медленно. Триольная восьмушка, и следующих восемь восьмых. И вот вся пьеса идет семь минут 33 секунды. Я посчитал. Попробую просто, может быть, не всю, но частично сыграть эту гениальную пьесу здесь. И lighter наполнение мистикой восьм Partner Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот я уже начинаю путаться в тексте Вот такая, ну, слово «минимализм» Конечно, оно не существовало тогда еще Был кейдж, но минимализма не было И, в общем, здесь у Мессиана в этих 20 пьесах Есть и полистилистика, и, конечно, минимализм Но этих слов тогда еще не было «Мистично с любовью» пишет Мессиан И, конечно, мы можем, как бы только вот Поднявшись на очень большую высоту Понять вот, что это все была тема Такая вот тема Вот И потом эти невероятные какие-то темповые экстремальности Будет развивать Штакхаузен Надо сказать, что Штакхаузен как бы в какой-то степени Был учеником Мессиана Когда кончилась война В Дармштадте собрались молодые талантливые композиторы Булес, Штакхаузен, Лигетти, Гойвардс Многие другие И они решили выбрать И Кейдж там был своим учителем Мессиана И вот эти вот четыре ритмических этюда Которые Мессиан написал в серийной, в сериальной технике Они из того периода Но потом он понял, что слишком немножко Сильно организовывать материю музыкальную Ну, как бы тоже для него это не нужно для Мессиана И отошел от этих принципов Но это был такой период тоже увлечения Его А Кейдж потом даже до какого-то Довел это до просто вот невероятного максимума Например, он написал пьесу Которая должна идти несколько столетий И там, по-моему, четверть длится больше года И вот первая нота Она... Это пьеса для органа Она короткая То есть по нотному тексту Это одна страница Но первая нота, по-моему, начала звучать Где-то в 80-е годы в Германии Построили орган Построили одну ноту Клавишу построили А вторую клавишу еще строят Вторая клавиша будет построена через пять лет Потом на нее нажмут И она будет несколько лет звучать Вот Это уже такая немножко как бы юмористическая история Но на самом деле Кейдж эту идею тоже развивал Вот По-своему И это не... Не издевательство Я считаю Вот Но сама Вот идея Тональность Фадея Смажор Шесть диезов Шесть дней творения И много будет пьес в этой тональности Фадея Смажор В цикле Мессиана Двадцать взглядов Два отделения По десять пьес в каждом отделении И каждое из этих Каждое из отделений Это две ипостаси Бога Божественная и человеческая Много можно об этой Грандиозной музыке сказать Но я сейчас во вступительной лекции Просто завершу ее Тем, что До конца своих дней Мессиан Остался Ну, единым У него есть книга Техника моего музыкального языка Написанная им очень рано Еще до войны И уже в ней он как бы описал То, как он сочиняет музыку В ней он сказал Для меня важно, что он любит русскую музыку Мусоргский Скрябин Немножко Стравинский Дебюси Отчасти Барток Вот те композиторы, которые повлияли на него И Пение птиц Которых он читал ангелами Григорианские песнопения Которые он знал и прекрасно Изучал Индийские ритмы Он Новатор ритмический Он добавляет к 16 и 16 Еще одну Получается 17 Асимметричные ритмы Лады Знаменитая Теория Ладов Мессиана Ладов Ограниченной Транспозиции Как они называются Ну или Более просто Симметричные лады Несколько слов о них будет сказано В одной из будущих Лекций Не хочу загружать Теоретическими проблемами Но главное Что он Понимал Что вся эта техническая Сторона Это только лишь Оболочка Для Духовного Содержания Его Музыки И Более или менее Он писал в этом стиле Всю жизнь Ему было не тесно Он ничего не искал Кроме Бога В своей жизни Поиски Для него Заключались В поисках Чистоты Совершенства Красоты А в сущности Вот Божественного Света И благодати Вот это вот То удивительное Что Делает его Музыку В 20 веке Совершенно уникальной И прекрасной И удивительной Вот А в следующих лекциях Мы Более подробно Разберем Каждый Взгляд Что такое вообще Взгляд 20 взглядов На младенца Иисуса Кто смотрит На младенца Иисуса И Что это за Это Озушевленные Люди Или это Сущности Которые смотрят Об этом Во всем В следующем В следующей лекции Поговорим Спасибо, друзья Всего доброго До свидания